Ребята, какая же красота все-таки зима. Как хочется вам что-то чистое, хорошее верить. И не думать о том, сколько сейчас вокруг боли и проблем. Едем в приют. Сейчас буду готовить новые ролики и рассказывать о нашей жизни. Всем доброго здоровья. Обычные будни приюты, ребята. Надо вывезти мусор. Надо разнести побольше сена. Нужно разгородить вольер, потому что малышня после интеррита поправилась и сидит у нас в клеточке. Но места мало. Срочно нужен вольер. А внизу у нас сидит старичок. Он сидит один, его никто не мешает, потому что с другими он сидеть не хочет. Рассаживать молодняк подрос. Здесь им слишком много. И скоро они начнут ругаться. Так что еще нужен минимум четыре вольера, чтобы рассадить вот эту стайку. Ребята, у нас количество животных вот так рывками растет. Только из-за того, что подрастают малыши. Ребят, я приглашаю всех. Пожалуйста, приезжайте к нам. Приезжайте к нам в гости. Помогите нам, пожалуйста. Приют огромен. Потому что очень много подбрасывают малышей. А они растут. Ребята, мы ждем вас, мои хорошие. Лохватая душа приглашает всех. Всех, всех. Всех неравнодушно. Друзья, а что означает быть милосердным? Быть добрым? Может быть, не забывать о том, что вокруг нас есть все, кто нуждается в нашей поддержке и помощи? Может быть, помнить о том, что кроме нас, у этих бездомных никого нет. И что ваши 100 рублей спасают им жизнь. Друзья, пожалуйста, не проходите мимо. Пожалуйста, отзовитесь. Давайте думать о том, что мы не одни в этом мире. И они не виноваты, что они родились в нашей стране. Я прошу и обращаюсь ко всем вам. Пожалуйста, друзья, отзовитесь. Нам нужна ваша помощь. Нам нужна ваша поддержка. Пожалуйста, люди. Не знаю, какие слова подобрать. Для меня это естественно. Сострадать, быть милосердным, добрым. А для вас? Ведь, я понимаю, вы не можете взять всех к себе собак. Многие не могут взять к себе животное. Ни кошку, ни собак. Друзья, но ведь пожертвовать 100 рублей приема. Это ведь возможно. И это не сильно напрягает нас даже самое страшное и тяжелое время. Пожалуйста, люди, отзовитесь. Очень вас прошу. Им нужна ваша помощь. И очень не хватает внимания. И еще, друзья, только от нас с вами зависит, покушают ли они сегодня или нет. Я обращаюсь к вам, люди. Вот так он лает и привлекает внимание. Да, мой хороший? Пацаны. Пацаны. Маленький мой. Она так радуется, когда я прихожу, а потом обижается и уходит. И прячется, потому что понимает, что я ее не заберу. Да? Все равно решила выйти. Ну, выходи. Ты моя красота. Потерпи немножко. У меня сейчас дома больные малыши. Как только малышей вылечу, тебя заберу. А может быть, успею пристроить. Девочка очень хорошая. Красавица у нас. Да. Знаете, некоторые собаки, они как дети. Они так сильно ищут человеческого внимания. Им это так надо. Да? Да, мое солнышко. Моя красота. Мамина. И ты, моя старушка. И ты, мое солнышко. И ты, моя красавица. Мамины дети. Да. И ты, солнышко, поправляйся. Перебинтовали. Все хорошо. Так. Малыши. Малыши, маленькие малыши. Четверо у меня дома. Трое здесь. Один погиб. Да. А этот драчун. Его чуть не порвали, потому что он драку устроил. Да. Еле-еле вытащили его. Потому что он сам вредный. Да? Слава богу, укусить не успели. Просто немножечко подергали за хвост. Ну, что, ребята. Очень тяжело нам без освещения, конечно. Очень тяжело. А еще у нас не хватает людей. И поэтому так допоздна, в течение дня, кормим. Днем успеваем убрать. Специально кормим вечером, ребята. Чтобы можно было... Чтобы они наелись и спали. И ночью согрелись. Пока будут переваривать пищу. Мы могли бы кормить их с утра, но это неправильно. К вечеру они проголодаются. Именно поэтому, ребята. Нам неудобно ночью. Темно, вернее. Но, ребята, приходится кормить именно вечером. Так для собак лучше. Все, что мы можем для них сделать. Хотя бы дать им уснуть сытыми. С вами Лохматая Душа, друзья. Еще один день прошел. Мы закончили корм. Закончили разносить воду. Да, мои хорошие. Да, доброй ночи, ребята. И слава Богу, день прошел. И слава Богу. О, мои хорошие. Что сказать, друзья? Время тяжелое. Очень страшно. Не хватает рук. Не хватает помощи. И тем не менее, мы выживаем. Мы выживаем чудом. Потому что есть люди, которые, несмотря ни на что, продолжают помогать приюту. Помогают, поддерживают. Пишут добрые слова. Делятся нашими роликами. Друзья, приют – это работа не одного человека. Это наша общая работа. И именно поэтому 3000 животных живы. Благодаря вашей поддержке. Вашей помощи. Ребята, поймите. Никто не смог бы справиться в одиночестве с таким огромным объемом работы. Никто. Вот видите. Довозим последние мешки тем, кому еще не раздали. Работа в приюте очень трудная, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин